Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ! С вами Дмитрий Чигаев. Друзья уходят как-то незначай, друзья уходят в прошлое, как в заметь, и мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. А старых вспоминаем по ночам. 12 июля 2015 года этот мир оставил Сергей Николаевич Арцебашев, народный артист России, режиссер, создатель, вдохновитель и директор театра на Покровке. Наша передача сегодняшняя посвящена ему. Наша передача посвящена тому, чтобы вспомнить этого доброго, светлого человека, каким он был, какие уроки он нам оставил, что нам завещал. Я где-то слышал, что люди с темным прошлым, находясь на представлении, схожим по завязке, ошеломлялись живостью игры и сами сознавались злодеянием. Убийство выдает себя без слов, хоть и молчит. Я поручу актерам сыграть пред дядей вещь по образцу отцовой смерти. Послежу за дядей, возьмет ли за живое. Если да, я знаю, как мне быть. У нас в студии Мария Арцебашева-Костина, супруга Сергея Николаевича, актриса театра на Покровке. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. И Вячеслав Розов, писатель, путешественник, философ. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Тяжело всегда вспоминать друзей, которые оставили нас только-только. Понимая сегодняшнее состояние, наверное, хотя, наверное, сложно сказать, что мы понимаем его, центральный вопрос нашей передачи, какой след должен оставить человек в этой жизни, каким запомнился его близким Сергей Николаевич, какой он человек, что это за личность. Может быть, какие-то основные характеристики вы могли сказать, как близкий человек? Ну, вы правильно сказали, что он был, в первую очередь, добрым и светлым человеком. Несмотря на всю его закрытость внешнюю, он действительно был такой суровый, закрытый, но это только внешняя сторона. Внутри он был очень нежным, трогательным, порой даже беззащитным каким-то человеком, очень ранимым. Он никогда не говорил, что не бросался громкими словами, мне, допустим, что я тебя люблю, но я всегда знала и чувствовала, что это так. Потому что это как-то через поступки проявлялось, через какие-то… Даже взгляд был мягкий, он также любил всех своих детей, он всегда им помогал. Они порой и ссорились, что-то происходило, но я имею в виду взрослых детей, сейчас уже выросших. Потому что у меня с ним трое детей, они маленькие, там как бы другие взаимоотношения. А именно со взрослыми, со своими сыновьями, он им очень всегда поддерживал, помогал, всегда за них волновался, нервничал, все старался для них сделать. Поэтому можно сказать действительно, что он был очень светлый и добрый человек. Вячеслав, когда такие личности, которые оставили, пусть в какой-то области, в данном случае в творчестве, такой серьезный, твердый шаг, твердый след, пройдя этот путь, достаточно такой серьезный, сложный, непростой, через различные испытания, перипетии, как мы должны оценить этот путь? Какие выводы мы должны сделать? Каждый раз, когда я сталкиваюсь с этими ситуациями, все время задаюсь этим вопросом, что вообще должен человек чувствовать в эти моменты. Потому что с одной стороны, это как-то в конце концов естественно, люди рождаются, умирают. С другой стороны, это как-то все неестественно, как-то все не должно быть так. И каждый раз, я несколько месяцев хожу, не могу понять, как это все воспринимать. Все время смешиваются вот эти два чувства. Первое чувство, это, конечно, вот эта боль какой-то ужасной утраты, что ты вот не договорил с человеком. Хотя мы много, чем с Сергеем общались, часами сидели, разговаривали. И это были, конечно, космические разговоры все время. То есть он умел задеть глубокие философские моменты, которые можно было обсуждать и обсуждать. И вот эта горечь от того, что не договорил, вот это, конечно, вот оно мешает немножко. Вот и все время думаешь, ну как-то вот мы мало общаемся, реально мало общаемся. Как-то вот что-то мы слишком занятые люди. Думаешь все время, да успеем, да позвоним, да встретимся. Да через полгода у нас съемка намечена. И как-то вот время перестаешь ценить, общение перестаешь ценить. А с другой стороны, все-таки я понимаю, что вот люди ищущие, они не останавливаются, они дальше продолжают искать. Мы, конечно, расстаемся в этом материальном мире. Но, конечно же, все понимают, что душа идет дальше с этими поисками. И прямо видно, что вот в этой жизни некоторые души, они вот разгоняются, они начинают разгоняться. Им тут тесно, вот неудобно в этом мире. Вот реально неудобно. Вот я сколько беседовал, разговаривал с Сергеем, вот ему тут как-то неудобно было в этом мире. Что-то вот мешало. Может быть не хватало чистоты. Мы все время говорили про чистоту искусства, про какие-то вот эти чистые эмоции, про какую-то вот современную культуру, вот все ее проблемы. И все время вот было видно, что вот человек хочет вырваться на свободу. И вот он действительно, я воспринимаю это как то, что человек вырвался. То есть он вырвался на свободу, несомненно, он продолжит свой путь. И мы еще услышим о каком-то его будущем, конечно же, действии. Потому что мы все равно продолжаем свой путь. Если бы в этом мире все останавливалось, было бы совсем грустно. Поэтому мы встречаемся, опять расстаемся, опять встречаемся. Но вот это вот соединение, вот это некоторая более недоговоренность и в то же время понимание, что человек действительно жив честно, по-настоящему и несмотря на все трудности. Он умел все это проговорить и сказать, и он пробивал эту дорогу. В этом мире очень трудно пробивать дорогу вперед. Тебе все время что-то закрывают, мешают. Я сам с этим сталкиваюсь постоянно. Но вот в этом плане, скажем так, я за его душу спокоен. Вот в этом плане я спокоен. Я знаю, что в его следующей жизни, какая бы она ни была, он будет продолжать этот вот честный, настоящий путь. И она будет легче, несомненно. Потому что все должно быть лучше в этом мире. Все, что не происходит, все к лучшему. И он действительно все это, честно сражаясь, перенес. У настоящего человека всегда должна быть битва. Вот я сколько раз замечаю, вот настоящие люди всегда, вот у них все нелегко, все как-то сложно, они бьются. Но я это и называю настоящей жизнью. То есть все вот эти сложности, они должны быть у настоящего человека. У настоящего человека без сложности не бывает. Знаете, как это раньше на Руси называлось, было такое слово подвижничать. То есть надо подвиг совершать. И подвиг всегда трудно совершать. Тебя всегда не ценят немножко, немножко недолюбливают. Но кто-то должен пробивать вперед, идти как лесоруб. Он идет вперед и просеку пробивает. И вот он мне напоминал такого лесоруба в культуре. Вот он рубил, рубил, щепки летели, да. Но рубил он по-настоящему. То есть я аж даже так опобаивался, когда он распалялся и начинал так по-честному все говорить. Я думал, вот действительно, вот я так вот боюсь иногда честно сказать что-то. Вот он честно говорил. Я подумал, что нечто похожее уже происходило много-много лет назад, когда набегал неожиданно враг, грабил, зажигал. Но, а между тем сущности, какая разница между тем, что есть и что было, а пройдет еще совсем немного времени, каких-нибудь 200-300 лет, и на нашу теперешнюю жизнь так же будут смотреть и со страхом, и с насмешкой. Все нынешнее будет казаться и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным, и странным. О, наверное, какая это будет жизнь! Какая жизнь! Нужно это все правильно, философски воспринимать. Потому что мы все равно все вместе в одной лодке. Кто-то по очереди гребет всегда, и нужно перехватывать весло и грести дальше. Нельзя никогда весла бросать. Нам просто передали весло, и мы теперь ответственны за это весло. Теперь кто-то должен дальше грести, чтобы лодка не останавливалась. Может, страх подчас в том, что сможем ли мы грести так же? Сможем ли мы достойно продолжить этот путь? Страх есть, да. Вы сказали о том, что Сергей Николаевич опекал детей, беспокоился за них, и всегда как бы входил в их положение. И актерский цех – это же тоже дети. Тоже дети, которые осиротели сейчас, и очень переживают сейчас тяжелые времена. Потому что никто не знает и не понимает. Он уже был вожак, который вел за собой сильный, причем личность сильная. Сейчас театр немножко в таком дисбалансе находится. А как в театре эта забота проявлялась? Как режиссер проявляет в театре эту заботу? Мне кажется, он даже как не режиссер, он как отец получается. Каждому актеру как отец. Потому что он не только разбирал роли, там готовят спектакли, он и помогал, и поддерживал артистов всегда. Даже в разборе роли, когда что-то не получалось, он все равно старался найти такой путь, так объяснить, чтобы это доходило именно до этого конкретного человека. И почему-то очень глубинно было. Он сам очень много готовился к тому, в это все, много литературы читал. Какой-то путь, действительно, вот он все время пробивал этот путь бесконечный. Он путь к актеру пробивал. Что там, даже если кто-то сопротивлялся внутренне, не хотел, не принимал какие-то его... Установки. Да, его мнение. То все равно потом он так переворачивал, что оказалось... А я же, оказывается, так и думал. Так и должно было быть. И действительно, в душе что-то происходило. Потому что он все время говорил артистам, что есть верх и низ. Вот эта амплитуда. И сцена лечит одна, чтобы исповедаться. Он сам исповедовался. И он артиста к этому вел. Чтобы артист открывался и говорил про себя. Раскрыл свое сердце. Да, что он чувствует, что он переживает на самом деле. Не персонаж, а актер сам, как человек. Как это складывалось, я не знаю. Но он как-то так умел все это объяснить и подать, что получалось, что люди плакали. Вот Шекспир. Не с позиции того, что хороший конец должен быть. А он не хороший. Он сколько смертей. И не с позиции того, что все равно придет какой-то и скажет, как в древних трагедиях приходил хор и говорил, все, разошлись, помирились, помиритесь, все. Все равно созидающее начало победить. Закон вселенной. Все равно она будет развиваться. Как бы ни старались некоторые помешать. Есть ли это ценно для развития этого? Вот эти вот чистые такие идеи относительно того, что такое актерское искусство, какова ответственность актера, как вот именно для того, чтобы говорить, эту чистоту донести и дать вот этот посыл, то есть как развить чистое, светлое, разжечь вот этот огонь доброго в каждом зрителе. И вот этот маленький театр, театр на Покровке, который был таким семейным и который остается таким семейным и искренне надеемся, что он таким и останется, что вот это настроение... Надеемся, мы будем стараться сохранять, конечно, его спектакли. Без него, вот сейчас мы даже с актером с одним разговаривали, он хотел установить дракона. Работа очень трудная, что нам энное количество персонажей надо ввести просто, которые даже не видели спектакль. Ну, надо, надо продолжать его дело и надо продолжать играть спектакли, чтобы театр не умирал. Конечно, артисты сейчас все находятся в шоке и не понимают, что с ними будет. Как все это? Никто не знает ничего. Вячеслав, сам театр, сама площадка, помосты. На Ваш взгляд, как философа, какую цель несет вот это действие? Действие, которое происходит на подмостках. Вот это сама идея того, того, что мы помогаем зрителю пережить вот это некоторое внутреннее изменение. Вроде бы понятные вещи, которые столько раз проговариваются. В действительности, я каждый раз поражаюсь, как вот наш актер, вот насколько он в действительности отдает себя этой роли. Я много видел театров и достаточно мировую культуру посмотрел. Но вот когда наш актер начинает погружаться, мне за него страшно всегда становится. Вот в этом есть что-то сумасшедшее. Я вспоминаю историю театра, и был этот великий известный актер, который однажды на сцене настолько вошел в роль, что задушил своего напарника. Он должен был играть, и задушил напарника. Его посадили в тюрьму. На 25 лет уже 300 лет этой истории, но она вот вошла в историю театра. И он 25 лет отсидел в тюрьме, и когда он вышел, его взяли опять на сцену, и уже ему так актеров не подпускали к нему. И он должен был играть больного человека, у которого был сердечный приступ на сцене. И он настолько опять хорошо сыграл, не смог сдержаться, что умер на сцене от сердечного приступа. Вот он вошел в историю театра. И вот это настоящий театр. Он такой, я все время боюсь. Я когда смотрю на нашего актера, и вот Сергей был такой. Он когда что-то делал, и всегда немножко вот так вот все боялся. Можно ли вообще так выкладываться, можно ли так переживать, и надо ли столько нервов это посвящать. Я сам работаю с людьми постоянно, я знаю, что это такой большой коллектив, сколько это нервов, сколько это валерьянки, сколько это волосов. Но вот он как-то не боялся, шел на все это. И это, конечно, вот как мы говорили, подвиг. Вот смотрите. Смотрите. Все смотрите. Весь мир. Все христианство. Смотрите. Смотрите. Как одурачен городничий. Эх ты, толстоносый. Сосудку, тряпку принял за важного человека. Он вот сейчас во всей дороге заливает колокольчиком, разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдешь какой-нибудь щенкопер, бумага барака в камень у тебя встанет. И будут все скалить зубы и бить в ладоши. Почему смеетесь? Над собой смеетесь. Эх вы. До сих пор не могу прийти к себе. Знаете, есть такая оценка, сколько людей поменялось, соприкоснувшись с этим человеком. И вот это самая такая настоящая оценка, это вот самая честная оценка. И вот насколько я видел, как эти изменения происходят, как я сам менялся, когда с ним общался, насколько это на меня действовало. Это признак того, что действительно путь был правильный. То есть путь не может быть простой, это факт. Но то, что он в правильном направлении шел, это я могу однозначно сказать. Однозначно сказать, мы встречались в разных местах, мы на философских лекциях встречались где-то еще. Была его жизнь такая интересная. Это был очень ищущий человек, реальный искатель. И мы все время говорили об этом. Мы здесь встречались, общались. Столько было поиска. Может, это такое его подсознательное, некоторое желание было все-таки понять, какое должно быть настоящее изменение в зрителе. Каким должен зритель уйти? Мы с ним затрагивали эту тему часто, когда общались. И все время мы с ним говорили на эту тему. Я старался у него это спросить. То есть, как он видит вот это изменение после спектакля? Какой должен уйти человек? Каким он должен стать? И вот мы говорили, говорили об этом, говорили, говорили. Я прямо видел, что он понимает эту суть, суть идеи, что любое общение — это изменение. И либо мы меняем людей в худшую сторону, либо мы меняем в лучшую. Вот в худшую любой может менять. Вот в лучшую реально тяжело. И вот он старался это делать. Реально старался. Он думал. И он все время болел. Но за то, что театр должен менять. Но то, что театр начал иногда менять в худшую сторону, вот он реально за это переживал. И я понимал, что вот, ну, вот это действительно вот так и должен мыслить настоящий актер, настоящий режиссер, настоящий руководитель театра. Вот это вот. То есть я не боялся за это театр, в конце концов. Я понимал, что там действительно все как надо происходит. У меня были замечательные учителя. Когда я учился в Свердловске на актерском факультете, у меня был учитель Василий Константинович Козлов, приверженец системы Станиславского. И, значит, когда я на режиссуре учился в Битисе, мой учитель Мария Осиповна Кнебель, это непосредственно ученица и Станиславского, и Немировича, которая с ними здоровалась за руку. И когда я уже здоровался с Марией Осиповной, я тем самым уже каким-то образом соприкасался с великими учителями. Поэтому они как раз исповедовали нравственное воздействие, говорили во многом о нравственном воздействии театра на зрителей. В общем-то, тут я могу сказать, что все мое общение, каждая минута общения с Сергеем, оно осталось вот таким полноценным, заполненным, памятным и изменяющим. Это было действительно вот такое очень глубокое... Ну, это был театр. Настоящий театр. Этот театр, он как-то не останавливался. Вот тут надо уметь себя останавливать, конечно, иногда. Потому что, когда мы слишком много, конечно, в себя вкладываем, вот тут такое перегорание начинает. Нужно уметь, знаете, делать шаг со сцены. Это одно из таких важных умений. Опять расслабляться, становиться простым. Иначе можно иногда и вот играть 24 часа. Русская душа как раз не отступает. Вот если пошла, то пошла. Мы заговорили о изменениях, которые происходят. И действительно, за великой Личностью, за знаковой Личностью идут люди, они меняются. А может ли человек изменить людей, тем более изменить к лучшему, если не меняется сам, на Ваш взгляд? Думаю, что нет. Как происходят эти изменения? Может быть, какие-то наблюдения? Может быть, ими могли бы мы поделиться? Ну, изменения, если человек, лидер меняется и ведет за собой коллектив, что делал Сергей Николаевич. Он в последние годы как раз пришел к Богу, к мудрости какой-то духовной именно жизни. И он пытался поделиться со своими актерами в семье. Ну, актеры на Ленивый театр – та же семья была. И действительно, люди менялись. И даже вот у меня есть подруга, актриса нашего театра. Она мне говорила, он такие вещи говорит. Он такой опыт. Где он это взял вообще? Где он это прочитал? Действительно, и он приглашал людей, с которыми ему было интересно, которые именно возвышали душу. Это опускали. Действительно, он пытался возвысить не только себя и окружающих, чтобы то, о чем он говорит, понимали все. Он приводил примеры, он притчи рассказывал на репетициях последние годы. Все с открытым ртом слушали. Что-то начинали читать параллельно, размышлять о своей душе, о своей жизни. И так же, как и спектакли. Вот он много историй же рассказывал, как люди, зрители простые. Простые люди уходили со спектакля, подходили к нему и говорили, что у них перевернулась вся жизнь. Таких примеров много. Там после «Надежды маленького оркестрика» женщина к нему подошла и говорит, что я понимаю, что я готова родить ребенка. Так же, как и после «Карамазовых» к нему подходили люди. И там женщина говорила, что, знаете, мой сын пришел на спектакль, он вообще там ничего ему не интересного. А он пришел, и вот эти три часа он смотрел, и у него произошел переворот. И более тяжелый спектакль. Да, очень тяжелый философский спектакль. А у людей происходили перевороты. Именно вот эти вот духовные перевороты в лучшую сторону. Там после спектакля «Звездный мальчик» подошла к нему женщина и говорит, знаете, она плакала. Говорит, у меня приемный сын. И после спектакля он подошел ко мне, обнял и сказал, мамочка, я люблю тебя. А до этого, говорит, он был просто вот зверенышем. Он ничего не признавал никак. Вот воздействие было. И Сергей Николаевич к этому стремился, действительно. Он ради этого работал. Изменения происходят, и я вот даже... Я про себя могу сказать, что я прожила с ним 20 лет, и он меня научил очень многому. Я за 20 лет, если бы я не встретила этого человека, я, наверное, была бы какой-то другой. Он меня наполнил этой мудростью, знаниями. И только благодаря ему я какие-то вещи узнала, о которых я бы, может быть, даже и не стала бы это читать и задумываться об этом. Согласитесь, мы ведь меняемся, если только идет общение от сердца к сердцу. Конечно. Почему мы... Вячеслав, к вам вопрос. Почему мы подчас не открываем своего сердца? Почему мы держим его закрытым? Нечем поделиться? Да и нет смысла открывать сердце, так вот, налево-направо, просто так. Это же не какая-то форточка, которую открыли. Сердце — это действительно некоторое желание помочь. И открыть сердце — это не просто, что мы посидели, по душам поговорили, что там обсудили погоду, курс доллара. Нет, это действительно, когда мы переживаем за судьбу мира. И вот это умение переживать глобально — это и есть раскрытие сердца. Поэтому кто-то раскрывает сердце один на один, кто-то раскрывает сердце на сцене, кто-то раскрывает перед узким кругом, кто-то перед всем миром раскрывает. И это вот такой акт раскрытия сердца — это всегда очень ценно. Всегда очень ценно. И это очень нелегко. Потому что мир не хочет меняться. Мир, он такой. Он не ценит, когда кто-то прикладывает усилия для его изменения. Скорее, он противится. Поэтому всегда это неравноценное противостояние. Всегда ты идешь один против всех. Никогда не идешь один против одного. Или вас много, и вы идете против какой-то маленькой группки. Нет, всегда один против всех. Это удел всех, кто встал на путь изменений. Несомненно. Это удел всех, кто рискнул и начал думать о недозволенном. Начал думать о душе, о духовности, о изменениях, о людях. Я вновь и вновь вижу, как это происходит, когда человек встает на этот путь подвига. И как это тяжело открывать сердце перед теми, кто не ценит этого открытия. Потому что, к сожалению, вот эта некоторая ситуация со всеми, так сказать, подвижниками, то, что о них начинают по-настоящему говорить, когда они уходят. Это вот классик, к сожалению. Тут никогда тебя не будут ценить, пока ты еще дышишь. Вот как только перестал дышать, сразу вот, да, ценность появляется какая-то. И это дает возможность действительно подвижникам действовать бескорыстно. Потому что они ничего при жизни вот такого вот действительно вот, какого-то суперценного не получают. И вот это доказывает ценность того, что происходит. Когда человек делает это и делает это действительно не за что. Чистоту этих помыслов всех. Да, это абсолютная чистота. И да, это такой путь поисков, путь проб каких-то, путь испытаний, путь пройденных каких-то вещей и не пройденных. Это все такая вещь, она вот борьба, 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 борьба. Как борьба, а если когда посмотришь и больно, и руку тебе сломали, и еще что-то. Вспоминая этого борца, которого, нашего чемпиона, которому руку сломали, и он продолжал бороться еще целый раунд. Еще три минуты боролся со сломанной рукой и победил. Вот это вот жизнь такого человека. То есть тебе и больно, уже и руку сломали, и что-то, и глупости иногда совершаешь, и правильные вещи. И вот это все наваливается, но ты должен продолжать. Нельзя останавливаться. Вот это вот действительно ценно. И плохо, что это оценивается всегда постфактум. Вот это всегда мне немножко... Ну, с одной стороны, опять-таки, вот коробит, что это всегда вот так. А с другой стороны, я понимаю, а что иначе, было бы слишком много лицемеров. Ну да. Было бы выгодно быть героем. А героям быть невыгодно. Герои все честные. Герои все без зарплаты живут. Может быть, в этом и должен быть последний наш подвиг в этой жизни, вот на этом этапе жизненного пути, что, завершив ее, чтобы заговорили о том, что такое душа, кто такой Бог, какие наши поиски, и в чем действительно ценности всей нашей жизни. Герои, как вы считаете? Потому что то, о чем вы сейчас сказали, о том, что то, как глаза открывались у людей, то, как сердце открывалось, то, как актер на него смотрели и удивлялись, соприкасаясь с ним, да, в виде изменения, которые внутри происходили у Сергея Николаевича. Вот эта внутренняя работа, внутреннее самосознание, стремление общения с личностями, которые говорили на духовные темы, с тем, чтобы ответить на свои вопросы. И это тоже меняло. Может быть, как раз мы должны так прожечь, чтобы вот этот ярко закончить, если уж и закончить эту жизнь, то ярко, чтобы мы могли зажечь хотя бы этими вопросами, вопросами о вечности, вопросами о Боге. Ну, конечно, должны так, но, к сожалению, вот рано он ушел, мне кажется, ну, так, не завершивший до конца путь. Мог бы еще много и открыть, и зажечь. Но его путь закончился. Ну, я думаю, действительно, после его смерти многие задумались. Даже те, кто к нему, может, как-то негативно относился, какое-то раскрытие произошло. К сожалению, действительно, это происходит только после смерти, во время жизни этого нет. Сергей Николаевич говорил, что я с детства не хотел ни с кем ссориться. Я всегда хотел избегать конфликтов. И сам тут же смеялся, в том плане, что и это, это говорю я, когда все актерское мастерство и вся режиссура построены на конфликте. Насколько важно избегать конфликтов? И как это можно делать? Как это он делал? У него какое-то внутреннее все равно происходило осознание. Пример у него есть, я сейчас вспомнила, у него есть два друга, которые поссорились между друг другом. И он стоял между ними третьим и мирил их все время. Один ему звонил, говорит, ну слушай, ну там этот мне опять, другой ему через Сашу, опять он мне там это все. Говорит, слушай, ну прими ты его. Ну да, но он такой. И он их примирил в конечном итоге. Вот сейчас они приезжали на похороны, и они плачут и говорят, а он же нас примирил. Он ушел, и они остались, они подружились опять. И это удивительно, действительно. Вот они сами плачут, и говорят, это необъяснимо. Потому что я говорю, обслуживайте, как вы бы жили, если бы он ушел из жизни, а вы бы остались врагами. Как бы вы... А он успел их примирить. И он так вот как-то дипломатично с каждым беседовал, объяснял им, что... И действительно вот они к этому пришли. Вот это вот для меня это удивительная история. Геннадий Хазанов, когда у него брали интервью, спрашивали Сергея Николаевича, он говорил, что я такой же невеселый человек, как Сергей. Что все от нас ожидают, что если мы такие веселые на сцене, то мы как бы и в жизни такие, прямо все рубаха парень. И вот он тогда сказал такую фразу Хазанову, что вот в Сергея Николаевича звучит такая русская мелодия, такая внутри тихая грусть. Вот такая тихая грусть русской души, не знаю, русской души, правильно ли это так сказать. Что же это за тихая грусть? Как ее можно характеризовать? Могли бы вы как-то прокомментировать? Потому что действительно, я когда наблюдал со стороны за Сергея Николаевича, вот он приходил к нам на Баланс ТВ и на годовщину празднования, всегда очень скромный человек, очень тихий. Я так наблюдал за ним со стороны и удивлялся. Удивлялся при этом, видя внутреннюю силу такую. Но при этом вот такая тихая грусть. Но у него же и в спектаклях, и во всех это есть. У него даже он умудрялся веселую комедию поставить с грустью. Все равно в конце звучала грустная песня. Вроде бы зрители смеются, но этот смех в конце превращается в эту грусть и в слезы. Но вот он так воспринимал мир. Он так жил, и он был очень действительно скромным, молчаливым человеком в жизни. Он там мог на репетициях быть активным, с зажигающим энергией. А домой он приходил, он молчал в основном, потому что он мне говорит, он наоборот мне говорил, не трогай меня, я уже все сказал там. Потому что действительно, ну, хотелось отдохнуть, как-то уйти в себя и подумать. Он так вот жил. Действительно, он переживал, наверное, за весь мир, как он, как вот у него такая вот внутренняя была, было ощущение, что мир, он может добрый, но он вот этот вот грустный какой-то. Все время ощущение какого-то страдания есть. Что если женщины в спектакле, то они обязательно плачут. Все время переживает. Она не радуется, беззаботно щебечет птицей и скачет. Она, даже если она скачет, то она потом, у нее наступает перелом, и она осознает, что все равно не все так жизнерадостно, как оказалось. Вот он с этим ощущением все время жил. Мне кажется, щемящая грусть, вот эта тихая грусть в каждом из нас. Ну это да, это русская душа. И мне кажется, это как раз вот грусть, потому что мы еще не познали, потому что мы еще не познали свою природу. В числах вот как ваше мнение. Вот когда действительно режиссер вот так вот подводит, и много режиссеров ведь в нашей жизни, много ведь событий, которые нас подводят к этой тихой грусти, может как раз для того, чтобы мы успокоились хотя бы на секунду, хотя бы на какие-то пару минут, чтобы мы задумались о смысле жизни своей. Вообще это такое волшебство тишины, вот эта вот пауза, как мы знаем, на нее только великие личности способны молчать. Я вот не могу молчать. А вот умение действительно выйти и замолчать так, вот такую тишину вокруг себя создать, что каждый себя насквозь увидит, вот это волшебство. Через слова легко что-то доносить, но они не всегда проникают глубоко. А вот через правильную тишину можно очень глубоко в себя заглянуть. Знаете, как в философии говорится, что если озеро взволновано, то и уподымается, и ничего не видно, мутное озеро. Но если озеро успокаивается, то вода прозрачной становится, и видно все, каждую травинку, каждую рыбку. И вот это умение успокоить вокруг себя зрителя, человека, гостя, собеседника, чтобы он увидел сам себя, даже, может быть, не объясняя ему ничего. Мы иногда так поучаем всех, но нет пророковства, мы течет. Даже и пробовать не стоит. Но если мы просто вместе умеем быть в этой нормальной человеческой тишине, вот это многого стоит. Вот это вот такая серьезная вещь. Знаете, вообще, когда человек борется, когда он противостоит, когда он пытается идти вперед, он действует как воин, и в воинском искусстве объясняется, что ты можешь рубить настолько острого, у тебя меч может быть настолько острый, насколько у тебя мягкое сердце. То есть если ты чувствуешь себя мягким, если твое сердце действительно мягкое, то тебе позволяется говорить резкие слова, тебе позволяется вот рубить. и на тебя не обижаются. Но если обижаются, то ненадолго. А если даже и надолго, то понимают, что был прав. И вот это вот действительно соединение сердца как розы и слово как меч, вот это вот волшебное сочетание. Вот это то, чему действительно стоит поучиться. Я это наблюдал, Сергей, мне это нравилось. Иногда так действительно честно все высказывал, рубил, но в сердце это было, прямо чувствовалось, эта вот мягкость этой розы. И этот аромат был. Хотя, так сказать, мужчина должен быть, кажется, таким суровым, но в нем был этот настоящий аромат человека ищущего. Потому что люди ищущие, у них сознание начинает по-другому пахнуть, с ними интересно становится. Это другой аромат, это аромат поиска. Как людей тянет в горы, иногда они ищут этот аромат, высоты чистого воздуха, а также иногда хочется вот с людьми общаться с хорошим. Чувствуешь, что это аромат ищущего человека, думающего человека. Потому что, знаете, вот есть такой парадокс интересный, когда человек целеустремленный, то даже если он идет неправильным путем, то он доходит до этого неправильного пути, все понимает, разворачивается и успеет пойти в нужную сторону. То есть, целеустремленность даже в неправильную сторону позитивно. То есть, нельзя думать, что если человек там что-то зашел туда или сюда, не важно. Главное, что он искал. Он шел по-настоящему, честно, дошел, посмотрел, не та дверь, пошел в другую. Вот эта честность тут она подкупает, вот это то, что нравится. Вот это то, что меняет других. И туда хочется идти. Хочется идти по этому пути. Потому что, в конце концов, каждый человек должен за собой дорогу прокладывать. И нужно точно понять, какая это дорога. Нужно точно это осознать. Нужно всегда делать выводы. Никогда нельзя, чтобы дорога заросла. Нужно дорожку прочищать, нужно ее прореживать. И это наша задача, в общем, это если мы ценим то, что он сделает, мы ценим его как личность. Но мы должны эту дорожку-то сохранить. Это некоторая наша задача. Поэтому мы этим позанимаемся на телевидении. То есть, это некоторые сейчас наши обязанности. Это то, что возлагается на нас. Никогда нельзя быть просто другом. Это некоторая обязанность всегда сохранять эту дорожку. Сохранять ее, чтобы... Потому что путей в этом мире не так уж и много. И каждый путь, он ценен по своей природе. И нужно этот путь показывать, что действительно есть за кем идти, и можно жить, и можно жить наперекор, и можно быть подвижником, и можно рисковать. Сейчас, а кто рискует? Сейчас мир стал такой немножечко расслабленный. Все дома спрятались по своим квартиркам и боятся выйти и рискнуть. Иногда так, конечно, хочется посмотреть на настоящих героев, которые не боятся хлопнуть дверью и стукнуть по столу кулаком, доказать свою мысль, не постесняться. Сейчас как-то все, знаете, так из-под тишка где-то в интернете что-нибудь напишут, какую-нибудь гадость. А по-настоящему выйти, поругаться от всей души. Вот это честно. Мы так иногда с Сергеем немножко там что-то спорили, ругались. Но всегда это было красиво, мне всегда это нравилось, что, ух, так по-мужски все красиво, на хорошую тему так все здорово. В этом есть какая-то красота, знаете, как красивый бой. Красивый бой он всегда впечатляет. Также и настоящие люди, они должны уметь вот так вот за истину как-то и поспорить, и поговорить. В этом тоже свой театр такой, тоже свои сцены. Это то, что перевешивает все остальное. То есть мы должны ценить людей за самое хорошее. Есть два типа оценки, это оценка негативного и оценка позитивного. Вот оценка, когда мы пытаемся что-то негативное оценивать, то мы только сами еще хуже становимся. А вот когда мы оцениваем позитивное, вот тогда все пользу получают. Потому что качества в этом мире передаются через соприкосновение с ним. Если мы оцениваем позитивные стороны человека, то мы сами таким же становимся. И мы это дальше продолжаем этим качеством жить. Мы их рассказываем и другие тоже к этому прикасаются и присоединяются. А в мире всегда есть что-то такое разноцветное, но мы должны находить самое лучшее. И вот это вот умение искать самое лучшее, это такое, знаете, умение травника. Вот травник, он должен выйти на поле и найти эту лечебную травку. И вот настоящие люди, вот они такие травники, вот я замечаю, он выходит и точно находит эту травку и точно пальцем нажимает на больное место и говорит, вот от этого больного места вот эта травка. Выпьешь, вылетишь. И вот это действительно ценно. И это непросто. Это непросто. Это действительно требует жертву какую-то. И жертва приносится, и эту жертву нужно оценить. А что мы должны оценить эту жертву? В конце концов, все равно Бог знает, как все должно произойти. И мы должны довериться Богу, потому что мы Ему виднее, как лучше. Мы плохие планы строим, наши планы, они как-то плохо сбываются. Бог знает, какие планы строить. Всегда должно быть вот это некоторое доверие Богу, что Он знает, и когда человек должен прийти, и когда уйти, Он должен. То есть Бог точно план строит. И Бог у нас добрый, милосердный. Он зла никому не желает. Поэтому тут можно быть спокойным. Нам главное подумать, как извлечь урок. Если мы извлечем урок, вот тогда действительно ему будет приятно посмотреть на нас и вспомнить на нас. Мы связаны. Связь есть, несомненно. Поэтому нужно так немножко послужить теперь. Оказать это служение, эту помощь, это некоторая поддержка. Потому что она на самом деле даже вот сейчас она может быть наиболее ценно. Потому что сохранение это всегда очень, знаете, важная обязанность. Обычно все разграбливается. Это вот разграбление это нехорошая вещь. Когда все разграбились и разбежались в разные стороны, ничего не осталось. А вот сохранить, вот это повторный подвиг. То есть кто-то это все собирал, накапливал, и нужно потом это сохранить. А сейчас как дети, знаете, родители все копили, копили, дети распродали за один день. А нужно сохранить, чтобы династия была, чтобы было продолжение, чтобы вся эта ценность у нас осталась. Мария, как раз отметили этот момент из-за того, что очень важно сохранить, не только сохранить, но именно достойно продолжить это дело. Много было моментов, я думаю, тяжелых в жизни Сергея Николаевича. Вы были свидетелем, вы поддерживали также его. А как Сергей Николаевич поддерживал, может быть, вдохновлял актеров, тех близких людей, кто были с ним, с тем, чтобы, может быть, тоже поделиться вот этим моментом вдохновения, чтобы нам продолжать. по семье, как он меня вдохновлял. Я вот когда родила третьего ребенка, сейчас дочке нашей будет два годика, мне было первое время очень непросто. И он все делал для того, чтобы меня действительно как-то поддержать, вроде бы, как мужчина, это моя обязанная женщина вести хозяйство. Он делал все, чтобы я не успевала там, я на репетиции готовить не успевала, он мне из столовой заказывал еду, чтобы и в театре он мне говорит, Маша, ты кушала? Покушай. И вот это вот, я ощущала вот эту теплоту, поддержку. Если он на работе, он быстрее заканчивал репетиции, чтобы прибежать домой, помочь, ложить детей спать, рассказать им историю какую-то, всех обнять, потому что он понимал, что они нуждаются в нем. И я нуждаюсь в его поддержке, потому что с тремя детьми очень непросто. его смерть для меня, его уход, я очень, конечно, переживаю, мне тяжело, но для меня это какой-то этап взросления, потому что мне сейчас придется принимать решения самостоятельно. Все решения, которые принимал он за всю семью, как мужчина, придется сейчас как-то мне все это перестроить, свою голову, перестроить свои планы и решать это. Но я это рассматриваю как путь дальше, мое продолжение, моего развития, потому что значит, мне сейчас это важно. Мне наступил этап вот такой и да, печально смерть, да, все это, но есть и вот такие положительные оказывается стороны в этом. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Дружимые зрители, у нас сегодняшняя программа посвящена памяти Сергея Николаевича Арцебашева, народного артиста России, режиссера, создателя и руководителя директора театра на Покровке. С нами в студии была Мария Арцебашева-Костина, супруга Сергея Николаевича, актриса театра на Покровке и Вячеслав Рузов, писатель, философ, путешественник. Вот это щемящее, пронзающее чувство, что мы недообщались, недолюбили, может быть, где-то обидели, не успели попросить прощения. У тех людей, которые внезапно уходят из этой жизни, оставляют нас один на один, должно показывать, что каждый миг очень важен, каждый миг очень ценен. Берегите общение и проявляйте заботу о каждом близком. С вами был Дмитрий Чигаев. До новых встреч на канале Баланс ТВ. До свидания. Я все сказал. Сказал и душу облегчил. Баланс ТВ. Баланс ТВ. ТВ. Субтитры Субтитры Не порвать и не разбить мать. Никому и никогда.